всем доброго дня меня зовут сергей как всегда за кадром снимает моя жена Нина всем привет привет сегодня знаете что будет особенно это пирог такой деревенский пирог с капустой я один раз был сделал специально для моей жены когда мы еще только познакомились она с собой забрала было очень вкусно да вот я решил еще раз повторить и хочу показать как я его сделал то есть это стоит того поверьте очень вкусный ну само разберется капусту я свежую был брал лук-порковка это у нас короче это начинка идет до мяса и курятину был тогда взял потому что она мне курятину только кушает чеснок соль перец и тесто само разумеется тоже дрожжи у меня уже тут подходит потихоньку дрожжи мука тоже немножко соли но начинаем тогда так начинаем туда туда мне уже сковородка раскаленная над я тогда хорошо помнишь и наливковое масло делал так его можно тут даже не пожалеть можно и подсолнечное конечно вкус навряд ли сильно измениться тушить его надо пока почти совсем редуцируется то есть уменьшится насколько вообще это возможно лук-морковка можно прям сейчас вот теперь она должна вместе хорошо хорошо пожарится именно пожарите не протушишься так стоит на медленном огне можно прям сейчас немного соли насыпать быстрее жидкость отделяться будет быстрее готовка будет идти потом помехать короче время от времени мешать надо чтоб медленно проходило ко всем покажем как оно будет выглядеть а сейчас мы потом перейдем к начинке из мяса тоже мариновать надо теперь приступаем к мясу мясо подчеркиваю можете брать любое я взял то что мне понравилось такие грубые полоски так примерно грубо порезали картошки обязательно не где-то полторы картофеля здесь но я такой здорово взял короче порезал так приправы ну это уж на любителя оригинально так я только небольшое изменение был тогда внес когда я для жены своей готовил тогда был пирог он заключался в том что я вместо подсолнечного масла взял был в это начальное оливковое масло и это но тоже вкусно получилось то есть в этот раз я рецепт не меняю да нет как я сделал не меняется ни капельки то есть все оригинально как же не понравилось улыбается кто за кадром до самых лучших но тебе тогда на здорово помешали его закрываем и пусть стоит пока времени подойдет пока тесто готов ну вот приступаем обычно это наоборот в тесто это в муку до делаться но она между через верх лезет отлично пошел и грамм где-то 600 надо муки так должно хватить практически можно вот так вот сейчас размешать его да и оставится так будет как уже опарайте я поступаю проще простого все замешал поставил отлично примерно правильно рассчитал жидкости так почти готово почти готово для теста промежутки минут на 40 минут можно от силы на час оставлю стоять промежутки буду еще раз замес сделать лучше его конечно часа на три-четыре поставить как следует кисловатым столом но времени у нас мало накрываем минут через двадцать опять его замес делаем потом еще раз а потом не вылепляем ну вот мы друзья смотрите насколько оно меньше стало в промежутках мы уже понюхать успели попробовать кстати я пробовала очень вкусно я уже представляю какой пирог будет ну думаю в этот раз он даже будет немножко лучше так можно выключить будет лучше чем я тогда был на встречу нам сделал так теперь ему надо конечно остыть тесто у нас готово приступаем к заборке я лучше промежутки еще раз мешал так теперь нам надо вообще-то решить сколько мы на дно пустим это даже маловато будет кстати забыл сказать форму маслом смазывайте любым не сливочным вот 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 конечно вот вот öm Ну, в принципе, готово оттуда. Ох, как отлично смотрится. Это с полкачана капуста ровно столько должна остаться. Я там я делал порцию на двоих, но на четырех, конечно, целый качан надо. Ох, как отлично смотрится. Азапа! 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 В некоторых местах порвется и ничего страшного. В ваге выходить тоже куда-то надо. Конечно, самые большие из реки. Так. Чтоб совсем не расползся. Тоже, как обычно, 150 и пока готов не станет. Так. Вау! Ага. Ой, как запах вкусно. Вообще-то он готов. В принципе. Конечно, готов. О! Его даже не надо иметь. Да, то есть... Так осторожно, смотри. Да, готово. Он готов все 100%, потому что в тесте не использовалось ни масла, ни яиц, ничего. Поэтому вот такое вот оно получилось. Но поверьте, сока здесь достаточно. Да, он видать, видите. Он выступает, да. Он прям в соке аж купается. Это наш был канал Нина Сергеева. Желаем всего хорошего и до скорых встреч. И приятного аппетита. Приятного аппетита. Продолжение следует...